День дня без происшествий в Целинном районе. После грозы шесть населенных пунктов остались без света. Каких успехов достигли и что еще предстоит? Дальнейшее сотрудничество Алтайского края и Республики Казахстан обсуждали в Белокурихе. Зачем сегодня международный день борьбы с наркоманией? Барнаули даже в дождь красят стены. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. День дня без происшествия. Сегодня ночью в Целинном районе прошел грозовой шторм. Он валил деревья, повредил крышу школы и оставил без света шесть населенных пунктов. Грозовая буря обесточила Целинное, Дружбу, Марушку, Еланду, Бочкари и Шадрина. На данный момент электричество восстановлено только в Целинном. Остальные села по-прежнему без света. Сильный ветер снес и крышу школы. К счастью, никто не пострадал. На месте ЧП сейчас работает 150 спасателей. Как отметили в региональном МЧС, режим чрезвычайной ситуации в районе пока вводить не собираются. А эти необычные красоты кадры сделали бейчане в Наукограде. Прошел грозовой фронт. Горожане выложили в соцсети фотокадры, которые восхитили жителей края. Как будто другая планета, изумляются люди. Отметим, никаких страшных последствий грозовой фронт не оставил. А вот в центральном районе Барнаула продолжают работать аварийно-спасательные бригады. Они устраняют последствия субботнего шторма, в результате которого без воды и электричества до сих пор остаются несколько домов. Когда работу планируют завершить, и в домах людей появятся. Благо цивилизации расскажем в вечернем выпуске. Пострадавшим от стихийных бедствий перестанут компенсировать потерю жилья, сообщает газета «Бейские рабочие». Почему, узнаем из обзора горячих новостей сибирской медиагруппы. Природные чрезвычайные ситуации стали происходить все чаще, но пострадавшие от них рассчитывать на компенсацию смогут все реже. Претендовать на новое жилье, потеряв от стихии прежнее, вправе будут лишь малоимущие россияне. При этом выделенные дома и квартиры они не смогут оформить в собственность. Жилье предоставят по договору социального найма. Такие поправки в закон подготовил Минфин страны. Изменения коснутся и страховщиков. В чем конкретно, читайте в газете «Бейский рабочий». В частных детсадах Барнаула нашли нарушения пожарной безопасности и Санпина. Городская прокуратура проверила семь дошкольных учреждений в индустриальном районе. Ведомство выявило следующее. Помещения разного класса функциональной пожарной опасности не отделены противопожарными перегородками. Пути эвакуации покрыты пожароопасными материалами. Некоторые сотрудники работают, не пройдя медосмотр и аттестацию на знания санитарных норм и правил. О том, какое наказание понесут владельцы таких частных детсадов, узнаете на сайте Политсибру. А вот Комсомольская правда Барнаул пишет, что на юношеские Олимпийские игры 2018 может попасть алтайский гимнаст Сергей Найдин. В рамках отбора на квалификационных соревнованиях по спортивной гимнастике он занял второе место. Представитель нашего региона уступился отечественнику Юрию Буссе. Стать победителем Найдину помешали две помарки на брусьях. При этом путевка на юношеские игры для России в целом завоевана. Но кто в итоге будет представлять страну осенью в Буэнесс-Айресе, решат ближе к играм. Елена Макаренко, Наши новости. Сейчас находятся в Краевой клинической больнице под наблюдением врачей. Двоих детей в Бобровке укусила гадюка. Один из них местный житель, другой из Краевой столицы. По словам очевидцев, змею нашли на пляже и сразу после происшествия уничтожили. Кстати, это уже не первый случай в году, когда змеи кусали людей. В мае этого года по той же причине в Бийске были госпитализированы два человека. На прошлой неделе в больницу с укусом был доставлен житель Рубцовска. А месяцем ранее змеи были замечены на территории Нагорного парка в Барнауле. Если с вами случилось подобное происшествие, специалисты советуют обращаться в больницу не позднее, чем через три часа. Вместо встречи Белокуриха представители России и Казахстана на заседании комиссии по сотрудничеству обсудили, каких успехов в области туризма и торговли достигли, и что еще предстоит. Кстати, об успехах. За последний год товарооборот между Алтайским краем и Республикой Казахстан вырос более чем на 50%, а объем туристического потока на 30%. С подробностями из Белокуриха Илья Кочетков. Республика Казахстан – главный торговый партнер Алтайского края. Это на встрече отмечали буквально все. По итогам 2017 года товарооборот между нами составил 422 миллиона долларов. И это на 55% больше, чем в 2016. В ближайших наших планах поставлять в Казахстан эмбрионы сельхозживотных и продукцию лесного хозяйства. Делать прогнозы относительно товарооборота на 2018 сенаторы пока не решились, но предположили, что при нынешних темпах сотрудничества он как минимум вырастет еще на 10%. Правда, дальнейший рост станет возможным, если наше государство совместно устранят ряд препятствий, мешающих взаимодействию. В первую очередь нуждается в развитии дорожная сеть Алтайского края. Мы большую работу сейчас ведем с федеральными министерствами правительства России по включению автомобильной дороги от Барнаула до Кулунды, передачей ее на федеральный уровень. Если это состоится, то у нас эти дороги будут отремонтировать. Это, уверены сенаторы, поможет увеличить и турпоток между нашими регионами. Обе стороны отметили еще одну серьезную проблему. На российско-казахстанской границе общей длиной более 800 километров катастрофически не хватает пограничных переходов. Он где-то живет, ему 5 километров до своих родственников за границей дойти, так сказать, из Казахстана в Россию. А он вынужден делать крюк, может быть, 90-100 километров, для того, чтобы пойти в этот выгодный для пограничников переход. Члены российско-казахстанской комиссии пообещали подготовить предложение по постройке новых переходов. Они уверены, это также позволит увеличить туристический поток и эффективность обмена грузами. Это и ряд других предложений, в частности, по упрощению налогообложения для туристических организаций, будут собраны в пакет документов. Его планируют подготовить специально ко встрече между президентами России и Казахстана, которая пройдет уже в ноябре текущего года. Илья Кочетков, Александр Андропов, Наши Новости. Сегодня в Международный день борьбы с наркоманией. В Барнауле красят стены. Активисты движения «За здоровый образ жизни» замазывают надписи, рекламирующие продажу спайсов и порошков. Акция проходит в поселке Восточный. Именно этот пункт выбрали в региональном отделении общероссийского движения «Антидилер». В целом же антинаркотические мероприятия, лекции и флешмобы, организованные на всей территории Алтайского края, в Бийске и Славгороде, они пройдут в формате велопробега, в Баевском районе даже шахматного турнира. Согласно мировой статистике, средний возраст наркоманов сейчас снизился до 12-13 лет, поэтому профилактика зависимости с каждым годом все масштабнее. В вечернем эфире расскажем подробнее, почему рейд по уничтожению надписей рекламирующих наркотических средств проходил сегодня именно в Восточном. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды сеть магазинов «Трофей» все для рыбалки, охоты и туризма. В «Трофее» найдется все для отличного летнего отдыха, палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от комба! Покажи своей девушке настоящую романтику! Сходи в поход с семьей! Приготовь ужин на костре! Будь мужиком! Сеть магазинов «Трофей»! На большей территории края дожди и грозы. В Рубцовске и Белокурихе 24 со знаком «плюс» в Бийске 25, 27 в Алейске, 22 в Каммина-Абив, в Барнауле днем 24, выше ноля и дождь. Напоминаю, телефон редакции в краевой столице 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова